Библейский портал экзегет.ру представляет 73-й псалом для библейского портала «Экзегет» читаю перевод российского библейского общества. Подзаголовок «Искусная песня» служена Асафом. Ну, Асаф у нас такой певец, тоже Давидовой традиции, и, соответственно, это вот явно не Давидовые псалмы, а не другие, немножко по настроению. Предыдущий 72-й мы уже читали, он довольно резкий, он такой вот депрессивный, но не депрессивный, как были псалмы, связанные скорее с именем Давида, где «Боже, помоги, у меня всё плохо, я в ужасе», а здесь в 72-м звучали очень грозные слова «Боже, почему же нечестивцы процветают? Я чуть было не решил, что мне тоже с ними по дороге, что вот правильно, так и надо, грешить напропалую, развлекаться как только хочется, а то чего это мы? Вот мы праведники вроде, а нам всё плохо и плохо, и хуже и хуже. Но «Я с Богом», заканчивает 72-й псалом. А 73-й подступает к этой же теме немножко с другой стороны. 72-й личный псалом, да, он говорит, вот мне среди этих негодяев, которые со всех сторон меня окружают, очень плохо. 73-й нам, израильскому народу, очень плохо. И за что же ты с нами так обращаешься? «Боже, отчего ты нас навеки отверг, пышешь гневом на стадо твоих овец? Вспомни народ, который ты избрал из древля, племя, что ты выкупил и сделал достоянием своим, вспомни гору Сионга, поселился ты. Приди сюда, где одни развалены, здесь злодействовал враг среди святынь. Там, где являлся ты, рычат ныне твои враги, здесь свои знамена водрузили они, топоры их стучат, словно в чаще лесной. По узорам резным топоры за стопы бьют. Твое святилище предали огню, осквернили с землей и сравняли обитель имени твоего. Решили, уничтожим их до конца. По всей стране сожгли места поклонения Богу. Наших знамений не видно, пророков больше нет, никто из нас не знает, надолго ли. Боже, доколе неприятелю глумится? Неужели всегда будет враг имя твое хулить? Почему удерживаешь руку свою, и десницу свою прячешь за пазухой? Бог от века, мой царь, спасение мое он творит на земле. Ты своей мощью море рассек. Головы змеев в воде разбил, ты размозжил головы левиафана, отдал его в пищу диким зверям. Ты пробил путь источникам и ручьям, великие воды ты иссушил. В твоей власти день, в твоей власти ночь. Ты луну и солнце на небе укрепил, ты очертил пределы земли, лето и зиму создал ты. О, Господь! Вспомни, как враг поносит тебя. Народы безумные хулят имя твое. Свою голубку не отдавай на расправу зверям. Страдальцев своих не забывай. Что стало с договором? Взгляни во всех краях земли темные логовы разбоя. Пусть бедняк не уйдет по срамленным. Да прославят твоими те, кто нищий убух. Боже, подними, соверши суд. Припомни злодеям, как они поносили тебя. Не забудь, как неприятель бушует, как враги твои непрестанно шумят. Фух. Жестко как? Во-первых, о чем идет речь? Такое ощущение, что о разрушении храма Вавилонинами. Почему бы нет? Но вы скажете, а какое тогда отношение это имеет к Асафу? Если Асаф, вот он у нас уже давно упоминался, и мы видели его, он такой Давидов, скорее, персонаж, из Давидовых времен. Ну, во-первых, это может быть другой какой-то Асаф. Может быть, Асаф — это некоторая традиция. И мне кажется, Псалом действительно связан, скорее, с Вавилонским пленом, с разрушением Иерусалима. Потому что здесь и святилище разрушено, предали огню, с землей сравняли. Это сделали только вавилоняне и римляне. Ну, да, римлян далеко. Это 70-й год уже, новое время. А в Вавилонии 586-й, то есть все прекрасно, до нашей эры, при том, все прекрасно с библейской хронологией согласуется. И вот что это тогда такое? 72-й говорил, нечестивцы процветают. 73-й говорит, наше святилище разрушено. Вот разве сам этот факт не является опровержением того, о чем говорит Псалтирь, что надо верить Богу, надо быть на его стороне, тогда все будет хорошо, и все народы увидят. Это идеал, а на практике все сгорело дотла. И вот здесь псалмопевец, по сути дела, уже не предается таким, знаете ли, назидательным и карикатурным отчасти всяким таким вот описанием, как нечестивцы плохо себя ведут. Он в ужасе, и он просто обращается к Богу с открытым вопросом. Сколько же можно? Когда все это закончится? Да, вот в 72-м он еще, так сказать, рассуждал, да? Говорил, ну что-то мне показалось на время, что, наверное, нечестивцы правы. Здесь он в таком шоке и изумлении, что он даже не пытается никаких выводов сделать. Это просто изумленный вопрос. Когда? И все связано с договором, да? С заветом. Вспомни народ, который ты избрал из древних. Что стало с договором? Взгляни. Приди сюда, где являлся ты, ныне рычат твои враги. Дальше вот этот образ. Топоры стучат, бьют по узорам резным. То есть, видимо, там храм уничтожен, вот все эти его резные какие-то элементы, они разбивают, уничтожают, бросают в огонь, там деревянное что-то, или крошат каменное, переплавляют металлическое. И не только здесь, по всей стране уничтожили места поклонения Богу, знамений не видно, пророков нет, никто из нас не знает доколе, надолго ли. Неужели всегда будет враг глумиться? И вот он в этом изумлении задает вопрос, и одно только он знает. Бог от века мой царь. И дальше такая хорошая порция древневосточной мифологии. Ты своей мощью море рассек. Это, конечно, переход через Черное море. И дальше головы змеев в воде разбил, размозжил голову Левиафана, отдал его в пищу диким зверям. Удивительное такое место. Левиафан – некое морское чудище. В книге Иова оно подробнее описано, и здесь он еще и многоголовый. Может быть, это, конечно, много разных Левиафанов. Или он один, но многоголовый какой-то дракон прямо. И его уничтожает Господь, отдает его в пищу диким зверям. Пробил путь источником ручьям, великие воды иссушил. А здесь как будто про сотворение мира. Вот здесь какие-то мифы очень древние. Вот человек, когда у него все по-настоящему плохо, когда вот его накрыло этим ужасом перед разрушением царства и всего остального, он и храма, в первую очередь, он возвращается к чему-то очень глубокому, к каким-то пластам мифологии. Потому что, смотрите, храма больше нет, святилища больше нет, культа больше нет. Есть зато эти древние мифы, и Господь в них тоже участвует. И Господь вот тот, кто победил этого первобытного дракона, этот символ хаоса, и сотворил мир, луну и солнце на небе укрепил, лето и зиму создал ты. И если так, то ты можешь создать заново все то, что разрушено. «Вспомни, как народы поносят тебя, народы безумные хулят имя твое». То есть это еще и не наша беда только, это еще и то, что направлено против Бога. «И голубку не отдай на расправу зверям, страдальцев своих не забывай». Соответственно, и мы твои дорогие, вот как голубка, которая там где-то на ладони сидит, домашний такой голубь, зачем же его отдавать. «Пусть бедняк не уйдет по срамленным, да прославят твоими те, кто нищий у Бог. Припомни злодеям, как они поносили тебя». Это все мы прочитаем и во многих других псалмах. Но вот здесь именно это изумление по поводу разорения, разрушения храма, и оно настолько велико, что даже непонятно, что с этим делать дальше. Но в 74-м псалме Бог что-то на это ответит. Продолжение следует...